От пациентки. 8 марта поднялась температура 37,2, начался кашель. Вызвала врача, который после осмотра рекомендовал сделать КТ, КТ сделано на второй-третий день болезни. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 41 года. Дата исследования. 10 марта 2021 года. Область исследования. Органы грудной клетки. При мультиспиральной компьютерной томографии, с использованием реконструкции в сагитальной аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Легкие расправлены, пневмотизация легочной ткани снижена за счет множественных участков преимущественно прокастальной, инфильтрации по типу матового стекла, вовлечения в процесс легких. Правая легкая, верхняя доля 0%, средняя доля 0%, нижняя доля 4%, левая легкая, верхняя доля 3%, нижняя доля 4%. Общий балл поражения легких 3. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, новообразование в нем не визуализируется. Внутри грудные лимфатические узлы увеличены немногочисленные паратрахеальные лимфоузлы размером до 14 на 13 мм. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных, травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце не расширено, аорта без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Заключение. КТ-картина двухсторонней полисегментарной вероятно-вирусной пневмонии легкой степени тяжести КТ-1, с вовлечением в процесс 12% легких, лимфоодинопатия средостения. Рекомендована консультация терапевта. 17 марта 2021 года, доцент кафедры Кайман. Котов Эма. Комментарий врача-рентгенолога. В легких есть у вас множественные фокусы инфильтрации, по всей видимости, вирусной пневмонии. Их объем не очень велик, но их объем может возрастать, так как это по всей видимости самое начало болезни. Также увеличены лимфоузлы средостения. Вам имеет смысл продолжать лечение у терапевта, контрольное КТ делать только, если будет значимое ухудшение состояния, а так смысла особенного в нем не будет. Вопрос пациентки. Спасибо за второе мнение. Большая просьба уточнить степень вероятности того, что пневмония вызвана вирусом COVID-19, или другим вирусом. Дело в том, что у меня высокие антитела после прививки и отрицательные тесты ПЦР, имея пожилых родителей, поэтому хотелось бы понимать более точный диагноз. Ответ к МН, Котова ММА, вероятность вирусной пневмонии высокая, фокусы инфильтрации характерны для вирусной пневмонии, но и гарантировать это с 100% достоверностью невозможно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok